Жители микрорайона Потапова пригласили руководство администрации в первую школу. Им нужно решить вопросы, ответы на которые не удавалось найти в кабинетах чиновников. Систематизировать жалобы на частные и коллективные, затрагивающие интересы большинства. Найти оптимальное решение – основная идея таких встреч. Повышенное содержание железа в допроводной воде, отсутствие канализации в частном секторе, размытые дороги – эти вопросы озвучил каждый второй потаповец, выходивший к микрофону. Там дорогу не сделали. Все мне говорят, куда не прошутся, что дорогу вам делали. Деньги на вас ушли, на вашу дорогу, даже заасфальтировали. Не знаю, кто это сделал, где заасфальтировали. Все прошло, никаких дорог нет. Улицу Ломоносова, муниципаля, в течение лета не один раз. Там постоянно производились работы по подключению к воде. Надеюсь, сейчас они будут уже завершены полностью. И мы еще раз отсыпем эту улицу и отгрейдируем. То есть она у нас на контроле. Прозвучал вопрос о качестве питьевой воды в малоэтажном секторе, в которой, со слов жителей, содержится слишком много железа. Сети сильно изношены. При ликвидации прорывов остается без воды весь микрорайон. Главный вопрос – это состояние задвижек в колодцах водопровода, которые не работают во всем Потапове на 90%. И чтобы какую-то локальную аварию закрыть, необходимо пользоваться двумя задвижками, которые отключают жителей Потапова все, пока не исправят данную аварию. Качество воды невозможно улучшить без реконструкции станции обезжелезивания. Бюджет на выполнение работ просчитан и находится на утверждении в правительстве. В плане на следующий год водоканала стоит капитальный ремонт станции обезжелезивания ваших. Сейчас этот план находится в утверждении в Египте, а предварительно мы получили согласование. В следующем году мы выполним работу по ремонту станции обезжелезивания. Остров Потапове стоит вопрос о вывозе мусора из частного сектора. Жильцы готовы заключить договор на утилизацию ТБО, однако мусоровывозящие компании не идут к ним навстречу, объясняя свое решение низкой рентабельностью данной услуги. Алексей Вал пообещал найти соответствующую компанию, которая согласится работать. С 2017 года собственники жилья, не заключившие договор, ждут административные штрафы. Конечно, это не рентабельно для любого мусора-перевозчика. Конечно, все отказались от этого. Поэтому еще раз пройдемся, получим протокол обновления, возьмем с собой ту организацию, которая все-таки изъявит желание, этот мусор вывозить. Вы заключите с ними договор, и процесс пойдет. То, что я услышала, и то обещание, которое дал все-таки представитель власти, я думаю, что тронется все это с мертвой точки. Если действительно лично по каждому дому все-таки пройдут, соберут эти заявления, я думаю, что количество людей будет, и мы решим этот вопрос. На встрече, длившейся около часа, присутствовало более 200 горожан. Руководитель администрации предложил Потаповцам встретиться в таком же формате еще раз, чтобы ответить на оставшиеся вопросы. Достаточно много накопилось вопросов, потому что мы здесь практически первый раз. Понимаем, что очень сложный микрорайон, понимаем, что здесь очень много работы, поэтому сформируем по максимуму ставим программы. Но я уже для себя сделал план, разделю Щелково на 5-6 секторов, секторов, и буду проводить приемы по воскресеньям еще по этим секторам. Понимаю, что людей здесь все-таки 120 тысяч, и с ними надо более плотно общаться. Встречи руководства администрации муниципалитета с населением давно стали нормальной практикой. Прозвучавшие вопросы были записаны, по ним готовятся ответы. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадио компания «Щелково».